Всем пламенный хеллоу, приветствую вас сегодня из ни жаркой, ни солнечной Флориды город Мэйплс, погода прекрасная, прохладная, я бы даже сказал очень прохладная Итак, ребята, мы в салоне BMW Germain Naples На самом деле приехал, думаю, поменять свой бронко на BMW, но практически ничего нету Есть один подходящий мне автомобиль, это X7 белый VM обвеси со скамейкой сзади Но сейчас будем считать, я думаю, что за бронко мне маловато они предложат BMW плохо оценивает машины, ну как, для них хорошо, плохо оценивает машины в плане рыночной стоимости То есть максимально они зажимают по цене, поэтому, скорее всего, сделки не будет, я заранее знаю Но зато я вам приеду и поснимаю ценники, и так, давайте посмотрим Давненько мы с вами не были в салоне BMW, ребята, при этом, вот это я уже выложил в свой телеграм-канал Но в телеграм-канале все, кто подписан, они первыми узнают по поводу того, что, какие цены, какие автомобили предлагаются Ребят, с BMW сейчас все сложно, даже не буду говорить, что давайте купите вот эту тачку, потому что, блин, кому понадобится, будем что-то думать Будем, конечно, решать вопросы, вы знаете, что я занимаюсь, потому что мы поставляем, да, покупаем автомобили Но сейчас, вот, допустим, этот автомобиль, я скажу заранее, купить практически нереально Где-то в другом салоне, да, но здесь уже нереально Потому что очень жесткие требования у BMW по поводу покупки, по поводу экспорта и так далее Поэтому здесь, кому надо, в США, давайте, пожалуйста, обращайтесь и как бы можем поговорить и сбить, например, цену Но знаете на что? Посмотрите внимательно Все так долго ждали, что можно будет купить подешевле Смотрите, 134 тысячи, и обратите внимание, 5 тысяч Они как бы еще сверху вешают 139 тысяч цена плюс налог То есть вот эта машина, если я ее сейчас буду для себя здесь покупать Она мне обойдется сюда 139, то есть, соответственно, плюс 13 тысяч долларов Понимаете, да, то есть цена, соответственно, будет где-то 140, вернее, 152 тысячи где-то это для меня 152 тысячи, что там налогов, регистрации и так далее, да Вот и считайте, на вторичке, за сколько можно купить такую машину нормально Ладно, пойдемте посмотрим, что еще есть На самом деле, честно говоря, выбор не богат В прошлый раз народ там расстроился, что я не показал восьмерки Вот давайте я сейчас дойду и покажу заранее Ну, я так понимаю, интересует больше народ, наверное, купе все-таки Нежели конверт был Ну, покажу все цены и пройдусь туда, покажу, что еще есть К сожалению, предложения по X5 и X6 отсутствуют вовсе То есть я сейчас хотел поменять бронка, например, себе на X5 Или желательно вообще на X6, но нету этих машин, просто нету Итак, что у нас тут? У нас тут, ребята, 121 тысяча долларов Нету, правда, на оценке, а вот на X6, как вы видите, есть Сто двадцать одна тысяча восемьсот стоит И это у нас с вами восемьсот пятьдесятая X-Drive купе Это С карбоновой крышей Тартуфа салон И конвертабл должен быть немножко дороже Кстати, вот это вот до сих пор, видите, здесь у них еще стоят лазерные фары и предыдущая приборка Сто четыре тысячи Ну, это у нас восемьсот сороковая Двадцать четвертый год уже стоит, потому что конец года и с августа месяца все машины Вот моя бронка, сейчас они оценивают, видите Сейчас Кстати, ребята, пока мне оценивают машину Сразу говорю, предлагаю Два и семь бронка В одной из максимальных комплектаций большой экран Я снимал эту машину, к кому нужно будет обращаться Я сейчас посмотрю, какую цену предложат И если кто-то захочет купить себе этот автомобиль у меня Я его продам Он уже готов, в принципе, к экспорту Он выкуплен, он у меня за кэш Никаких кредитов, не надо ничего ждать Сразу, как бы, для растаможки классная машина Потому что два и семь Мягкая крыша, но можем за доплату поставить жесткую То есть и дополнительные две крыши будет Поэтому обращайтесь, кому надо будет Итак, здесь у нас что? Сто одна тысяча тоже Ну, видите, да, восьмерочки И вот такой скайский аппергрей цвет Тоже на полном-полном Сто две тысячи на белом салоне Панорамная крыша И бруклин грей Обратите внимание, он немножечко светлей Бруклин грей А, ну здесь у нас компетишн версия И она стоит сто пятьдесят одну тысячу Так, идем с вами дальше Ох, какой красавчик Вот бруклин грей На вот этих модных дисках М-обвес Это прям вот что-то с чем-то Один из самых лучших вариантов В плане X7 Очень красивая Очень красивая версия Блин, вот такую, наверное, и хочется взять Ну, что полумерами, да? Хочется взять то, что хочется взять Ладно, идем дальше Кстати, потом постараюсь заснять Это Люсид стоит Это максимально лакшери электрокар Это самый топовый электрокар На сегодняшний день Американский Ну, не знаю Надо поснимать Надо у них спросить ключи Потом и поснимать вам отдельно Что да как Ладно, идем с вами дальше смотреть На цены И так далее Что да как Погнали дальше 760-я Ай Бензин X-Drive Shadow Line В двери не автоматические В виде нет кнопок Салон белый Цена 131 тысяча За 760-й И у нее, по-моему Да, у нее нету театров сверху Ну, просто мое дело Показать вам цену Так, красавчик Красавчик М60 Бомбические авто 4.4 это 103 тысячи На белом салоне Individual Crystal пакет Ну, собственно Exactly Пакет полный стоит Поэтому Один из самых красивых цветов Вообще Который бывает XM Ребята Вот давайте глянем Здесь О, вот эта машина Вот я сейчас буду рассматривать Если Если они мне дадут Хорошее предложение На Бронкость Нет, то я буду продавать Его в кэш Искать на вторичке За кэш человека Продавать И, соответственно Вот это вот Ну, 93 тысячи Плюс налоги Ребята Это выйдет Больше 100 тысяч Он В принципе В полной комплектации Закитив Харман Кардон Сороковочка Трехлитровый И сзади С диваном Не может не радовать Меня эта машина Для семьи Прям шикарно Это уже, ребят Машина для меня То есть Это не машин Единственное Мне хочется Extended Shadowline пакет Он здесь не Extended Но это не критично А так Машина огонь Машина огонь Ну, решеточки Можно заменить 900 долларов Стоит замена решеток На черный Но все-таки Все равно хочется Ну, сейчас Опять-таки Я не думаю Что мне дадут Хороший прайс На него На него А вот это вот Посмотрите Максимальная комплектация Это уже Crystal фары Видите Стоит Стоят здесь Crystal Красивые диски 115 тысяч Цена Это сороковка Тоже Трехлитровый Индивидуал салон Тут уже все Дорого-богато Совсем Эти диски Мне очень нравится Очень красиво На вторичке Ребят Не могу найти Хорошую машину Честно Просто не могу Так По XM Ребят XM Есть Посмотрите На мой Телеграм-канал XM Есть Это, кстати Red Label Видите У него Стоят Шильдики Красные И стоимость Его 189 тысяч Нету наценок Но и Как бы Цена такая Без наценок Она некошерная Честно говоря Red Label Это кто вдруг Не в курсе Это на сегодняшний день Самый мощный SUV В истории Вообще Я уже говорил У меня есть Большой подробный обзор Я сказал Что это платформа X7 Это у нас Гибрид Плагин Гибрид Заряжается Отсюда Ну и Соответственно В общем Ребят Обыкновенные версии Можно взять Сейчас в районе 140 130 Иногда Ну пишите В телеграм-канале Я часто Выкладываю Вот еще есть X7 В стоковой версии Без м-обвеса При этом 9800 То есть М-обвес Вообще Не стоит Дорого Ну В оригинале Так Что-то у нас Еще у нас Стоят Аж Раз Два Три Семерки X-Drive 60 X-Drive И i7 Значит Это 760 Тоже С простыми Дверьми 130 1000 Если вам Привезли Такую Машину Намного Дешевле Задумайтесь Задумайтесь Серьезно То есть Я показываю Вам Реальные Ценники В автосалоне То есть Чтобы Вот Вдумайтесь Я должен Купить Эту машину Заплатить За нее 130 1000 И это М-60 Без Театра Без Кинотеатра Там Наверху Без Автоматических Дверей Еще Заплачу 13 тысяч Примерно Налогов И оформления Это уже 143 Еще Должен С этого Что-то Заработать Доставить Да То есть Соответственно Эта машина Должна Стоить Если Вы Ее Покупаете Целую Нормальную Без Всяких Проблем Она Должна Стоить У вас Наверное Как Минимум В районе 160 Тысяч Это Вот Чтобы Просто Если Вы Нашли Такую Машину За И Новую За 130 Например Ой Задумайтесь Ой Задумайтесь Откуда Берутся Ребят Ну Те Кто Занимается Автомобилем Знает Откуда Берутся Машины По цене Дешевле Чем У Дилера i7 X60 Это У нас Электричка Ну Здесь У нас 133 Тысячи Опять Таки Почему То Ну Здесь Нет У нас Опять Дверей Кнопок Нету Соответственно Нет Дверей Электрических И И И И По Моему Я не Вижу Отсюда Да Нет У нас Кинотеатр Ребят Кинотеатра Тоже Нет Так i5 М60 Бруклин Грей Красотка Значит Обратите Внимание Делается Эта машина В Германии Производство Германии Поэтому Покупать Ее Здесь Финальной Сборки В Германии Покупать Ее Здесь В США Нет Никакой Выгоды Ребят Но Если Только Нашли Какую Комплектацию А так 94000 Плюс Налоги Это Будет Понимаете Да Это Будет 100 С лишним 100 С лишним Это Если Только Купить Здесь Ее Семерочка Так Ну Что Там Еще У нас По X5 Вообще Нет Ничего X6 Нет Ничего X5 Есть Один Эвелабл Кстати X5 Сегодня Бьет Просто Рекорды По Продажам Одна Из самых Популярных Машин Для Покупки Посмотрите Вот X3 Стоят Пожалуйста X5 Нет Вообще 55000 Долларов Стоит X-Drive 30 30 Это У нас 2.0 Двигатель 2.0 Видите Вот Twin Power Turbo Ну А вот Если Вы Рассмотрите Для Себя М40 Здесь Будет Трех Литровый Двигатель Кстати Хорошо Для Таможни Это В Полнейшем Обвес Шильди Черные Трубы То Такой Полный Shadow Line И Такая Машина Снота Семь 4000 Как X5 Практически По цене При этом Это X3 Ну Бэхи Бэхи BMW Рулит Ребята К сожалению Нет Это Все Обратите Внимание Это Все S-Drive Это С С Single Drive Это Вообще Не X-Drive Не Фактически Даже Не X3 Потому Что Сама Концепция X Подразумевает Ну пускай Такой Как бы Интеллектуальный Но полный Привод А X3 Ну Уже Шильдик Как бы Себя Не Оправдывает Вообще Народ Покупает Во Флорде Он Не Нужен Вообще Полный Привод А 82 Тысячи Это X3 М Новый Естественно То есть Мы Если Будем Покупать Он Будет Обойдется В 90 До До Доставка Там До Порта Еще Пускай Ну Тысяча Минимум Это Если Я Прям Недалеко От Майами Мы Живем Да Если В Саванну Доль Дороже И Вот Вам Пожалуйста Вот Вам Пожалуйста Ну Что Вот Такие Вам Сегодня Расценки На BMW Не думаю Что У меня Сейчас Будет Сделка Даже Не Буду Выеживать С Тема Что Что Мне Там Нет Потому Что Я Скорее С Такая Необходимость Поэтому Можно Но Сейчас Посмотрим Ну Как-то Вот Так Буду Вас Держать В курсе События Так Пишите Кому Понадобятся Машины Подписывайтесь На мой Телеграм Инстаграм Туда Все Выкладываю Там Вся Информация Пока Пока Увидимся Спасибо Что Были На Канале